Книги открытым оком. Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Тема Святая Библия. 24 том. Вопрос 3575. Как понять, что Феофан Затворник ратовал за понятное богослужение, чтобы его переводить на разговорный русский язык? И в то же самое время он был противником перевода Библии на русский язык. Ответ. Тут было дело совсем не так. Так, Феофан был за перевод Библии, но только чтобы за оригинал, с чего переводить брали бы перевод семиститолковников, септуагенты, а не масорецкий еврейский текст, считая, что евреи умышленно перепортили все в свое писание. Он придерживался той же версии, как и староверы, что нельзя брать за истинное то, к чему прикасались никоньяне. Дескать, Библию они умышленно и так перевели, и трудных святых отцов портили в угоду себе. Кавычки открыты. Масорецкий текст, унифицированный текст еврейской Библии, в иудаизме нормативный текст священного писания. Работа по стабилизации и унификации еврейского текста в VI по IX век велась продолжителями традиций древних книжников, так называемых масоретами, от еврейского масора, предания. Отсюда и произошло название масорецкого текста. В середине 70-х церковной периодике развернулась достаточно острая дискуссия, инициатором которой стал святитель Феофан Гобра. Решительно не согласны с выбором еврейского текста как основы перевода. Позиция святителя сводилась к нескольким тезисам. М.Т. Не приемлем, поскольку и преднамеренно, и непреднамеренно искажен иудеями. Он чушь церковной традиции, которая его не знает, и его использование означает разрыв традиции славянской Библии. Переводить необходимость текста семисти толковников, освященного его исключительным употреблением в церкви. При этом сама проблематика исходных библейских текстов никем никак им не затрагивалась. Епископу Феофану оппонировал профессор П.И. Горский-Платонов, довды которого, опиравшиеся на филологический и исторический анализ, отчетливо показывали научную несостоятельность аргумента у святителя и их очевидный анахронизм. Тихомиров Б.А. 4. Царство. 4 глава. 27 стих. Господь скрыл от меня и не объявил мне. Исайя 29 глава. 9 по 10 стих. Изумляйтесь и дивитесь. Они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина шатаются, но не от текеры. Ибо навел на вас Господь дух усыпления и совкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы прозорливцы. 10 стихотворение. Куда так, кумушка, бежишь ты без оглядки? Лисицу спрашивал сурок. Ох, мой голубчик-куманек, терплю на праслину и выслана за взятки. Ты знаешь, я была в курятнике судьей. Утратила в делах здоровье и покой. В трудах куска не доела, ночей не досыпала. И я ж зато под гнев подпала. А все по клеветам. Ну сам подумай ты, кто ж будет в мире прав, коль слушать клеветы? Мне взятки брать? Да разве я взбешуся? Ну, видывал ли ты, я на тебя сошлюся. Чтоб этому была причастна я греху, подумай, вспомни хорошенько. Нет, кумушка, а видывал частенько, что рыльца у тебя в пуху. Иной при месте так вздыхает, как будто рубль последний доживает. И подлинно весь город знает, что у него ни за собой, ни за женой. А смотришь помаленьку, то домик выстроит, то купит деревеньку. Теперь, как у него приход с расходом, свесть. Хоть по суду и не докажешь, но как не согрешишь, не скажешь, что у него пушок на рыльце есть. Крылов, 1813 год.